Здравствуйте дорогие друзья! По многочисленной просьбе моих друзей сегодня мы с вами изготовим самую простую вот наподобие такую мушку из всех подходящих материалов которые у нас, будем говорить так, валяются просто под ногами Сложно вам сейчас конечно это все представить но в процессе работы мы сейчас быстренько с вами изготовим не хуже, чем вот эта несколько сложная мушка, но достаточно уловистая мы изготовим свою, но достаточно простую что нам понадобится? нам понадобится, обычно я всегда, когда изготавливаю всевозможные приманки у меня целый коробочек вот такой всевозможных отходов которые идут у меня перья павлина, перья фазана охотничьего нам понадобятся вот такие вот крючочками, которые мы отрываем давайте я вам покажу, чтобы вы уже воочию видели вот зачастую я когда изготавливаю вот у меня битое перо, оно с охоты, понятное дело я беру, отрываю, нужно оторвать вот так, чтобы у нас потянулся вот так крючочек поэтому мы сейчас с вами уберем наш коробочек, в котором у меня уже достаточное количество уже оторванных и будем сразу по ходу с вами изготавливать вот все, что нам нужно с самого-самого нуля с самого простого вопроса с чего и как изготовить если работает достаточно соображалка можно быстренько изготовить из того, что у нас есть как вы видите, крючок я взял несколько не тот, который вы можете у себя найти если у вас имеется вот в наличии гамакатсу этой вот серии здесь все прекрасно видно вот можно спокойно брать, ну, допустим, не десятый номер с восьмого начните или же, допустим, у кого будут достаточно навыки может спокойненько взять и работать уже на более мелком крючке я взял крючок номер 12 так как мне необходимо изготовить приманку конкретной определенной величины почему я взял именно этот крючок? если вы сможете заметить сразу у нас несколько здесь больше площадка для грудки чем, допустим, на крючке гамакатсу можно на Тимке 200Р делать у меня, допустим, вот эта мушка изготовлена на приблизительно таком же крючке по форме, как Тимка 200Р как вам будет удобно? но специфика здесь изготовления и самой уже мушки ту, которую мы будем делать она у нас отличается чем? мы ее будем делать уже больше эмеджером для того, чтобы отсеять определенное количество рыб поэтому, что я беру? вот у каждого, допустим, огородника или дачника всегда есть в запасе не обязательно вам где-то искать или же строительное или с рыбалки вот леска где-то порядка 0,5 может, она замерять не буду это не столь существенно откусим примерно, ну, чуть больше сантиметра тоже замерять не будем, на глаз все зависит от того, как плавится ваша леска и у меня имеется вот обыкновенная самый дешевый пинцет который можно было приобрести на рынке специально сточенный чтобы вы вот так видели губки для того, чтобы я мог регулировать вот само крепление и расположение глаз это мы будем делать глазки для нашей мушки можно не делать но у меня правило, если можно украсить мушку сделать ее несколько эстетичнее я всегда это делаю обыкновенная зажигалка, не турбо подносим не в пламя оно будет коптиться, а с краю подули отдадим остыть обязательно дождались, пока вот немножечко наш шарик стал шариком после этого переходим ко второй половинке также держим и обязательно успеть подуть до того момента, когда этот шарик будет подходить у нас к самому зажиму нашего пинцета вот приблизительно вышли у нас вот такие вот глазки оккультурить их можно спокойненько сделав несколько меньше и уже самим пламенем мы как бы вот подкоптим и подкрасим наши глазки можно лаком потом подкрасить как нам будет удобно то есть здесь уже проблем никаких не возникает все, глазки наши готовы трогать их ближайшие две, три, а то и пять минут нежелательно так как шарики вот таким образом вот как вы видите я делаю я их величину подравниваю все, глазки готовы положили в сторону они у нас должны остыть хорошо теперь нитка значит нить можно использовать любую но с расчетом того что я вяжу мушки и нитку делаю сам под себя я беру вот самую тонкую какая только есть она там 0,0,0,0,0 желательно чтобы нитка была достаточно крепкой тонкой и в то же время ровница учитывая то что у нас нитка это тот же самый полиэтилен мы слегка нанесем клей на цевьё клей лак все что у вас будет может быть в наличии используйте ну понятное дело не резиновый клей это не годится пока подделаем заготовку не торопим события потому что она немножко как бы долгоиграющая но в процессе того если вы набьете руку вы будете изготавливать буквально за 10 минут у вас уже мушка будет готова убираем теперь переходим к хвостику хвостик как вы обратили внимание у этой вот моей мушки он выносной и специально сделан несколько такой своеобразной форме это я в книжке опишу описал и рассказал но мы с вами изготавливать будем совсем другой я беру вот такой кусочек пряжи если у вас нет вы можете взять любой который вот продается как я уже неоднократно показывал всевозможные наборы пряжи вот как у меня вот здесь резкости правда не будет но вы все поймете это всевозможные наборы которые продаются для валяния это чистая штапельная шерсть хорошая берем за один краешек аккуратненько пока еще клей наш не схватился сверху притяжной петлей подхватили теперь определяем где у нас должен хвостик закончиться дошли до этой точки что мы делаем я неоднократно вам показывал в фильмах как можно изготовить вот такой симпатичный крученый хвостик и без лишней вот сложности можно отрезать можно и или же потом подсмолить зажигалкой я же делаю это по-другому вот как у меня эти пряди скручены я кручу кручу в эту сторону и теперь смотрите что я делаю не отпуская я беру и выбираю ту величину хвостика которая мне нужна вот приблизительно мне вот столько будет моего хвостика достаточно еще подкрутим он собирается вот как вы видите вот в такую колбаску и больше никаких проблем нет и сложности с тем чтобы потом этот хвостик приводить нам в порядок подровняли только лишь вот я беру прихватываю оставшуюся часть пряжи все лишнее удаляем нам не нужно чтобы здесь было большое нагромождение тех материалов которые впитывают воду теперь теперь смотрите в чем прелесть и будем говорить красота у этого насекомого обязательно вот черная точка на хвостике есть обычно такая раскраска это для птиц чтобы птицы знали что кушать таких муравьев нельзя но рыбе все равно она кушает все можно зажигалкой вот подпалить и слегка вот как бы вы видите все мы подкоптили наш хвостик стал черненьким больше не трогаем можно используя маркер цветной также можно здесь все это сделать переходим к другому материалу нам сейчас понадобится плавающий хороший материал что у нас из плавающего даббинга мы можем применить дома это антрон как бы мы ни старались без него мы никак не можем обойтись или же даббинг из пера cdc я не буду тратить время рыться и искать даббинг из пера cdc у меня имеется вот такой набор антрона они бывают разные и в России и на Украине сейчас я попробую быстренько найти не получается быстро вот есть меньше больше наборы поэтому выбрать практически не составит труда отдельно даже в пакетиках есть антрон мы часть должны тела сделать чтобы была грудка несколько темнее а там где наш хвостик мы немножко обозначим наше тело поэтому я возьму слегка вот такого вот как коричневого болотного цвета даббинг вытаскиваю просто как штапельное волокно стараемся много не брать почему мы здесь должны закрепить хвостик без нагромождения материала я вот такой толстой пряжей подсоединил на нить естественно чем бы мы не мазали у нас не получится закрепить полиэстер с антроном оно все равно будет скользить и теперь на нитке я вот такими руками движениями перехватывая я делаю вот такую жгутик уже готовый не отпуская нить как вы видите и начинаю вот все что меня считает необходимым промотать сильно не проматываем ниже хвостика это не нужно значит возвращаем опять даббинг к нашей к нашему хвостику уже можно не сильно скручивать вот приблизительно где-то вот так будет достаточно даже как вы видите я взял больше чем нужно лишний можно вот так стянуть по нитке нам с вами понадобится теперь пленка пленка как обычно она body stretch продается все возможное у меня имеется вот такая хендесовская с наборов подбираем по ширине так как мы сейчас будем с вами уже формировать здесь грудку немножко на косую подрезаем чтобы было легче крепить и буквально почти к самому хвостику крепим нашу пленку для удобства можно закрепить вот так кончик а потом уже подтягивая следим чтобы мы не наехали на наш хвостик уже нашу вот часть даббинга который возле хвостика мы оставляем все мы ровно закрепили можно еще для лучшего парочку тройку раз пройтись но никуда уже не денется теперь самый ответственный момент мы оторвали с вами вот заготовочку лапок переворачиваем крючок в удобное положение для себя выбираем приблизительно длину и что я делаю я беру просто перекидывая катушку под весом катушки у меня вот моя лапка остается в таком положении беру опять перо так как мне нужна вторая лапка и отрываю так же вот как вы видите с крючочком вторую лапку укладываем так же здесь крест накрест следим за тем чтобы мы не утянули нашей ниткой обратно нашей лапки и опять отпускаю так же под весом катушки теперь вот вышла такая вот такая вот так лучше вышла вот такая конструкция нам необходимо теперь слегка подтянуть подровнять длину наших лапок приблизительно одинаково что мы делаем я стараюсь редко но в данном случае это необходимо использовать использовать клей буквально микроскопическую капельку наносим на то место где вот крестиком сошлись наши лапки убрали что происходит в этот момент пока клей слегка впитывается в наш антрон мы можем с вами преспокойненько промотать перед лапками как вы видите я буквально на 2-3 миллиметра отхожу чтобы не утянуть мои лапки и только лишь здесь я делаю ближе к тому месту где закреплены мои лапки я не подхожу потому что там сейчас работает клей и мы можем нарушить положение наших лапок отрезали убрали лишнее теперь в данный момент уже все никуда наши лапки не денутся я беру опять немножко опять того же антрона которым мы делали хвостик и промотаю место где мы закрепили первую пару лапок теперь я уже не скручиваю веревочку нам нужна пышность как вы видите лапки никуда не уходят вот они как были так и остались на месте если мы начнем с вами близко подматывать тогда только лишь мы сможем нарушить положение наших лапок оставили обычно всегда начинается можно крепить вторую пару лапок а потом крылышки но учитывая то что в этом фильме я расскажу как изготовить копеечные крылышки мы с вами закрепим крылышки а потом уже будем опять дальше крепить лапки если вы не хотите делать вот такой вариант как вот у меня я всегда в разные если вы смотрели мои фильмы в разные варианты изготовления всевозможных приманок применяю разные способы как мне надо чтобы она плавала вот если вам видно вот здесь вот у меня мои же осы всевозможные вот оса на крючке и здесь вместо лапок у меня уже идет опушка пера сделана из белого пера белого черного коричневого любого то есть вы точно так же можете когда закрепите еще пару лапок и крылышек вот здесь намотать перо и у нас вполне достаточно будет и плавучести и всего для того чтобы мушка служила несколько дольше я сейчас делаю ближе к реалистику теперь переходим к нашим крыльям Дмитрий Целярицкий друг мой питерский часто мы с ним не то что спорили решали какой-то важный момент как лучше из чего делать одно время он делал из всевозможных упаковок как я ему посоветовал да и сам он достаточно умный иногда я делал вот у меня пластик рафия делал крылышки но скажу сразу что вот этот материал пластик рафия недостаточно допустим долговечнее чем если мы возьмем я курю и достаточно вот снять кусочек упаковочки полиэтиленовой и у меня получилась вот такая штучка что мы с вами делаем чтобы было более качественно и красиво крыло я вначале все это комкаю стараюсь сделать это так чтобы появились всевозможные ребрышки когда мы будем с вами потом выжигать и неровности выжигать потом наше крыло я не стал долго тратить время потому что фильм у меня уже есть кто захочет тот посмотрит я взял уже готовую форму их достаточно большое количество есть вот всевозможных вот таких металлических форм которые продаются в интернете это у меня было в наборе я честно говоря специально не покупал специально нет смысла покупать вот это все можно изготовить из обыкновенной жестяной крышки от консервации или же как я показывал в фильме все это можно сделать из картона так же будет служить что мы делаем теперь вот мы должны приблизительно подровнять сколько нам нужно ширину это порядка здесь до сантиметра и я отрезаю эту полосочку чтобы мне удобнее было работать вот этот материал будет служить несколько дольше в разы дольше даже в десятки раз дольше чем тот материал который пластикрафия что мы делаем уложили как вы видите он несколько у меня больше положенного размера не страшно главное чтобы не был больше там на 3 на 5 миллиметров потому что потом получается оплывы что я делаю беру обыкновенную зажигалку вот держу раз два и перевернули буквально вот три все что у нас получилось убираем нашу эту и у меня вышло крылышко то которое мне необходимо оно имеет слегка примятость то есть желкование то которого есть у настоящего насекомого если вы хотите вот видите я уже перед этим изготовил я слегка подкрасил маркером можно под цвет точечки поставить как вам будет удобно я думаю вы уже поняли проблем никаких не составляет для вас изготовить это крылышко теперь мы переходим к креплению нашего крыла учитывая то что крыло само по себе должно иметь определенную длину но оно будет прилипать к воде поэтому мы стараемся сильно его не делать большим но опять же соизмеримо с теми размерами насекомого которое мы с вами делаем мне необходимо еще немножечко добавить антрона для того чтобы мое было крыло приподнятое если есть даббинг CDC ребят используйте с превеликим удовольствием вот сделали такой своеобразный шарик и оставляем нить прямо на даббинге берем крылышко как оно будет повернуто здесь оно имеет определенную форму я беру в месте крепления вот уже начинаю вот так его комкать и как бы комкать и как бы его как прокручивая для того чтобы у меня вышла вот такая конструкция меряем длину вот меня такая длина вполне устраивает сверху потянуть оттянуть мы всегда с вами сможем подхватили пару тройку раз не подтягиваем не затягиваем потому что это все нам нужно будет потом выставлять вот вышло такое расположение крыла меня оно вполне устраивает но я хочу его отвести как бы сбоку чтобы оно шло потому что когда мы с вами начнем вот одевать подтягивать нашу пленочку чтобы накрыть грудку наше крыло будет топоршиться как у мухи кстати о птичках можно и мух изготавливать да все что угодно используя вот этот принцип крыла который я вам показал чтобы сильно не нарушать я вот так отрезаю теперь слежу за тем чтобы у меня совпадал угол оплавленного моего пера ну чтобы была их симметричность и прикладываю ой упал извините сделаем паузу нашли улетевшее крылышко и я опять так же здесь вот стараюсь скомкать на месте крепления чтобы мне было удобно вымеряю опять длину прикладываем так как и то крылышко кто может работать левой рукой работайте левой рукой кому неудобно приспосабливайтесь пара тройка раз подхватили у нас с вами должна выйти вот такая симпатичная конструкция видно проверим на длину немножечко у нас надо подтянуть я обычно беру и вот так вот потом в конце складываю два крылышка и мне легче их потом по длине подгонять все вот мои два крылышка как вы видите одинаково красиво хорошо выводим его так же в сторону как и первое крылышко придерживаем в этом положении крылья и не возле крылышек а увожу ближе к колечку начиная от колечка подхватывать вот этот весь свободный материал который у меня имеется подхватили чтобы не выполнять 10 раз одну и ту же работу я беру сразу даббинг здесь можно я беру немножечко черного потому что уже начинает формироваться у нас грудка и немножко коричневого болотного не надо их передергивать перемешивать как мы обычно пусть эти крапинки они вот так и идут где коричневый где черный до первого касания даббинга а потом начинаем уже подкручивать его на нитке удерживаем крылышки и возвращаемся к точке там где мы их закрепили перепроверяем чтобы все было симпатично чтобы никуда не ушли они ни влево ни вправо отлично лапки наши чтобы мы никуда не утащили и здесь хорошо сделаем своеобразный вот такой шарик даббинг мне немножко лишний я как вы видите его не отрезаю а просто увожу в сторону здесь мы закрепим с вами следующую пару лапок так же как и в предыдущем случае я отрываю сразу две чтобы было удобнее крепить ставлю крючок в удобное положение и стараемся теперь закрепить так чтобы лапки наши не назад были в растопырку а были ровненько для этого в идеале конечно вот как я сейчас вам покажу вот таким вот не трогаем подхватом крестиком влево вправо восьмерочкой их подхватываем посмотрели длину у меня в принципе это длина немножко великовато подтянем крепим вторую пару следим за тем чтобы у нас так же было это все симметрично подровняли теперь длины мне достаточно все ровно я беру отрезаю буквально оставляя пару миллиметров моего пера и чтобы у меня служило опять дольше как мы в первом случае делали опять берем нашу иголочку и добавляем капельку нашего клея без фанатизма потому что клей не должен сильно проникать у нас к нашему даббингу уже нам этого здесь достаточно так теперь я беру больше черного даббинга так как мы уже начинаем формировать грудку передние лапки пока мы не ставим потому что нам еще необходимо закрепить усы и заодно как вы видите мы подобрали тот даббинг который у нас вот свободный был убираем в сторону берем тот даббинг который у нас остался также можно изготовить и осу и муху любую 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 другую приманочку используя вот все эти навыки следим за тем чтобы даббинг не изменил положение наших лапок вот перевожу теперь ближе к колечку вот такие приблизительно лапки длину друзья мои мы сами подберем крылышки вот у нас на месте теперь переходим к нашим глазкам большинство в литературе вы увидите кто прямо вот с пинцета ну если у меня очень мелкая мушка я обычно всегда беру чтобы глазки не потерялись мои я вот так беру раз пару оборотов и все они у меня уже стали там где нужно теперь я ноготком проверю их положение удерживаем в одном положении ноготком наши глазки и начинаем восьмерочкой вот так их подхватывать пару-тройку раз для того чтобы они выровнялись вот они у нас выровнялись теперь мы берем уже более окончательно и закрепим их в одном положении если кому неудобно допустим работать в такой технологической последовательности может глазки закрепить а потом уже все остальное учитывая то что глазки у меня черные я беру черный маркер подкрашиваю свою нить и слегка опять же без лишнего фанатизма наношу клей на нить и так же восьмерочкой проматываем уже ниткой с клеем годится обязательно перед глазками теперь что остается нам усы так как мы сейчас будем уже работать больше с передними лапками будет неудобно дальше нам работать так я беру опять же можно использовать у меня имеется имеются разные перья вот фазана по окраске поэтому в зависимости от того мы посмотрели какие но это более тоненькие не совсем они допустим подойдут посмотрим насколько вот наши родные с охотничьего фазана это более-менее приемлемо берем парочку отрываем как вы видите я отрываю два пера не перекладывая потом только лишь вот как мне нужно оставляем с изгибом и стараемся уложить по разные стороны как бы даббинга грудки и глазок вот так примерно и сзади глазок обязательно нитка вот так утащит мы вернем на место руками пару-тройку оборотов выполняем за глазками все нам это уже не нужно удаляем не выбрасываем так как вот у нас уже имеются заготовочки для передних лапок чтобы мои усы хорошо и красиво торчали я теперь их попрямо по глазкам вот такими движениями приматываю одни и теперь с другой стороны все оставляем переходим к лапкам переворачиваем опять в удобное положение но нитку мы немножечко подкрасим черный цвет так как здесь уже у нас грудка и необходимо чтобы коричневый у нас цвет не проявлялся нить я возвращаю ближе к тем лапкам которые мы крепили если по каким-либо причинам у вас не получается я обычно всегда беру вот так ноготком или же вот как сейчас петлей вот такой и потом вот эту петельку лишнюю я удаляю которая мне не нужна нитки мы подошли к той точке которая нам нужна для крепления берем наши лапки и они должны у нас теперь уже направлены как задние назад так и передние должны быть направлены у нас вперед выбираем для нас угол который необходим следим за тем чтобы нить наша не ушла из того положения где мы ее оставили выбираем меня вполне длина устраивает сразу я беру вторые лапки вернее вторую лапку длина достаточно и под углом оно его подтянет оставляем немножечко подтянем годится промотали удаляем сразу остатки пера он нам не нужен будут мешать стараемся не нарушить длину как я уже говорил нудновато но она этого стоит если мы пальмером сделаем ершик из пера то про лапки мы уже с давным давно забыли на место крепления обязательно нанесем немножечко клея и теперь уже окончательно мы должны доформировать нашу грудку беру теперь только черный антрон если у вас есть только дабинг CDC серый как обычно который вот сутки делайте серый все не морочите голову что там по каким либо причинам у нас не получается по оттенкам сделать слегка подкрутим следим за лапками даже ближе можно еще пройти к средним лапкам а потом добавим потому что грудка ну вот приблизительно вот такой пышности должна быть переводим нить в нижнее положение и теперь только ниткой подровняем лапки подровняем усы вот вот у нас должна выйти вот такая конструкция увели мы лапки немножечко назад перед усами там где колечко промотаем пару тройку раз потому что сюда мы уже возвращаться не будем усы оставляем в таком положении переходим к самому ответственному моменту чтобы у нас не утянула наша пленочка никуда крылышки аккуратненько сперва примерим выровняем подровняем как вы видите она подворачивается вот подводим к глазкам и там где у нас глазки делаем один два оборота следим за тем чтобы не утащили мы никуда наши лапки и в то же время не скомкали нашу пленку нить все время держим натяжки пару тройку раз должна выйти вот такая у нас симпатичная конструкция значит здесь можно почему я проматывал перед колечком можно вот пленку для красоты перевести вперед сделать пару оборотов и переломив возвращаем ее уже за глазки теперь подкрасим нашу нить так как все должно быть у нас черным нанесем капельку клея на нитку можно можно даже вот на место где будем подрезать потом наш нашу пленку и следим за тем чтобы не утащили наши лапки никуда буквально пару тройку раз будет вполне достаточно сделали два оборота с клеем после этого я поднимаю уже резинку вверх и отрезаю прямо в основании она уже никуда у нас не денется учитывая то что я немножечко это буду в голову вскрывать лаком можно и не вскрывать я не добавляю не делаю больше оборотов 2-3 оборота вполне достаточно и теперь финишный узел здесь выполним узловязом можно руками как кому удобно срезали вот у нас вышла вот такая вроде бы непонятная но уже симпатичная конструкция подождем пока прихватится клей и подровняем с помощью пинцета того с которым мы делали ласки наши лапки ну приведем мушку нашу в порядок я не сильно будем говорить так привел ее в тот порядок который она должна быть здесь еще можно вот так еще лапки подогнуть и эти тоже и подкрасить слегка капнул как вы видите на глазки на головку лака и вот у нас уже вот такая мушка готова к работе в процессе рыбалки крылышки эти можно вот приподнять вот так хвостик наш тоже получается идет вверх и готова к работе наша муха комарик как мы как вы назовете пусть так и будет вот как вы видите не скажешь какая лучше какая хуже но по крайней мере это значительно быстрее при определенных навыках и если нет перьев как вы видите можно заменить лапки можно не делать можно намотать ёршиком вот и все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч